Любой мальчишка мечтает иметь пистолет. Если не настоящий, то хотя бы похожий на реальный. Повзрослев, юнец понимает, что пистолет ему на самом деле не нужен, но пострелять из многолиберного пистолета Марголина он не прочь. Оружие вещь непростая. Оно влияет на психику владельца. Одно дело стрелять в тире по мишеням, совсем другое выстрелить человека или даже в кошку. Это кажется противоестественным решить кого-то жизнь. Не так ли? Чем взрослее я становился, тем меньше меня привлекало оружие. Я служил в советской армии. По штату мне полагалось иметь личный пистолет. Его надлежало получить на оружейном складе. Летом я поленился туда сходить, а когда выпал снег и ударили морозы, поход пешком на склад для получения табельного пистолета Макарова стало делом практически неосуществимым. Так я пистолет и не получил. Заступая в наряд, я говорил дежурному по полку, что своего пистолета у меня нет, и мне выдавали чей-то, который я сутки носил в кобуре, не думая, что мне придется его в определенной ситуации применить. Кстати, никто не проверял, умею ли я пользоваться пистолетом. Никаких учебных стрелек в нашем полку не проводилось. В Соединенных Штатах я обращал внимание на внушительную рукоятку пистолета на поясе у полицейских, и поэтому у меня никогда не возникало желания с ними спорить. Читая в прессе сообщения о немотивированном применении полиции оружия, у меня сложилось впечатление, что американских полицейских учат стрелять при малейшем подозрении, что им угрожает опасность. Они и стреляют, выпустили иногда два магазина вне вооруженного человека. Тут ведь как? Раз вытащил пистолет, докажи, что ты не шутишь. Секунда промедления может стоить жизни. Тем не менее, пистолеты, чисто эстетически, всегда привлекали мое внимание. Самым красивым пистолетом мне казался Кольт, образца 1911 года. Это легендарное оружие. Во время Второй мировой войны Кольт 1911 был личным оружием офицеров армии США. Он выпускается фирмой Кольт до сих пор и продается по цене от 1200 до 2500 долларов. Лет 30 назад Нью-Йорк был одним из наиболее криминализированных городов США. Оружие стреляло на его улицах практически ежедневно. Но постепенно число убийств в этом городе снижалось. Означало ли это, что город становился безопаснее для его законопослушных обитателей? Власти считают, что да, но я в этом не уверен. Законодатели думают, что ограничения на легальную покупку огнестрельного оружия уменьшают вероятность пистолетом оказаться в руках потенциальных убийц. Это не факт. Чаще всего стреляют нелегальные стволы, а вот простым людям защитить себя нечем. Чтобы получить разрешение на покупку пистолета в Нью-Йорке, надо доказать, что он вам жизненно необходим. В девяти случаях из десяти последует отказ. Заявка на получение права владения оружием сопровождается чеком на 450 долларов. В случае отказа эту сумму вам не компенсируют. А за те же деньги можно купить левый пистолет на черном рынке. И это еще не все. В случае применения легального оружия для самообороны не оберешься хлопот, доказывая полиции, что применение вами оружия было адекватно потенциальной угрозе быть убитым или ограбленным. Что касается ограбления, мнение полиции однозначно. Надо отдать грабителю все, что он потребует, а потом обратиться в полицию. Чем же себя защитить? Газовый пистолет в Нью-Йорке иметь нельзя. Даже газовый баллончик гражданам иметь не полагается. Электрошокер также запрещен к применению, если вы не полицейский или охранник. Пневматические пистолеты тоже вне закона. Все вышесказанное только присказка. Однажды в Махэттене я случайно заехал на машине на велосипедную дорожку. Ехавшись за мной велосипедист взмахнул массивной цепью, какой часто приколы велосипеды, и одним ударом снес мне зеркало заднего вида. Я посмотрел ему вслед и пожалел. Что не могу послать ему в ответ хотя бы резиновую пулю. Вернувшись домой, я погуглил правила владения оружием и узнал, какие жесткие законы приняты в Нью-Йорке по этому поводу. Я был очень возмущен этими драконовскими законами. Но потом успокоился, и мстительные побуждения меня покинули. И все-таки пистолет у меня появился. Кольт 1911. Не вполне настоящий, а его пневматическая копия. По весу и конструкции он полностью повторяет оригинальный пистолет. Как в настоящем, затворная рама отбрасывается назад при каждом выстреле. Маленький стальной шарик диаметром 4,5 мм выталкивается из ствола под действием сжатого углекислого газа. Я бы никогда не обзавелся пневматическим пистолетом, не обнаружив возможности оборудовать стрелковый тир прямо в моей квартире. Я живу на самом верхнем этаже многоквартирного дома, и перед моим окном нет других жилых домов. На перилах пожарной лестницы я соорудил простое устройство для крепления мишени. И вуаля! Расстояние до мишени 5 метров. На такой дистанции мой пистолет стреляет довольно точно и кучно. Одного баллончика газа хватает на 3 магазина. Шарики стоят 4 доллара за полторы тысячи штук, а баллон СО2 – доллар. Думаю, никому из соседей не приходит в голову, что я упражняюсь в стрельбе. Сам пистолет мне обошелся в 100 баксов. Купил я его через интернет. Продавец отправил пистолет моему знакому в Коннептикут, а тот переслал его мне. Вот так, на 61-м году жизни, я осуществил мальчишескую мечту о личном пистолете. Но пистолет – моя тайна. Вы, пожалуйста, тоже никому. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok